А давайте вспомним на самом деле, как это было. Видите, интересно, что Рождество Христа, оно же тоже было связано непосредственно с поклонением, да? Помните, в Алхвы написано, что они пришли, и они, пав, да, то есть они упали, да, они поклонились, принесли ему царские подарки, да, золото, ладан и смирну. И вы знаете, когда мы читаем все это, иногда вот ты думаешь, как это вообще могло происходить, вот они там упали. Мы смотрим вообще, где в присутствии Божьем все время все падают, да, смотрите, то есть когда храм открывался, там все священники упали, на небесах, представляете, написано 24 старца. Падают. Падают опять. И вот иногда, вот знаете, когда вот, ну, может быть, люди атеисты, да, они пытаются критиковать, вот это такое раболепство, знаете, они все падают перед каким-то тираном, который жаждет, знаете, присмыкательства. На самом деле ничего подобного. Я вам просто хочу сказать, что там, где Бог, там настолько сильное присутствие, что ты просто даже на ногах-то не можешь устоять. И если кто-то однажды переживал вообще вот эти славные собрания, знаете, вот я, мне посчастливилось, я был на многих таких собраниях, знаете, славных собраниях, где ты понимаешь, что ты падаешь не просто от раболепства или еще от чего-то, от такой славы и от такой любви к Богу, что ты просто не можешь стоять на ногах. И, знаете, меня всегда веселили эти 24 старца на небесах, которые пытаются залезть на стул, но снова падают, знаете, вот, или там на трон. И, вы знаете, я хочу сказать, что мне так хочется, чтобы мы, вот, как поклонники, знаете, не просто вот представляли, знаете, такое, ну, вот, какое-то картинное, знаете, такое вот прославление. Да, причинное такое очень, да. Такое, знаете, вот такое, вот, знаете, вот, как рисуют на каких-то картинках. А это на самом деле очень, знаете, такое вот дикое прославление, оно непосредственно и дикое, и где-то такое, знаете, неистовое, где-то такое, знаете, где вот написано, что даже с греческого есть такой перевод, да, очень похоже на то, что когда Иисус где-то появлялся и служил, то у людей как бы написано, как будто рвался мозг вообще. То есть вот, то есть они вот, это просто, ну, как мы говорим, на разрыв мозга, то есть это были настолько, знаете, служения, да, 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 то есть там было настолько хвала необузданная, да, то, и я верю, что вот мы должны к этому прийти. Это сильно, это сильно, это прям нужно упражняться, ты знаешь, и ты мне сегодня дал урок тоже, когда, как ты радовался исцелением людей через то, что Господь дал, вот, через те песни, которые Бог через тебя благословляет людей, Ты сам исполняешь это слово, ты сам радуешься. Но я хочу сказать, что я очень рад, вот, я не знаю, это просто Бог благ ко мне, я просто покаялся в церкви, где сам пастор старший, его женам просто были вот дикие поклонники, и они вообще не стеснялись при нас, то есть еще даже неверующих, да, то есть я еще пришел, представьте себе, я еще даже Бога не знал, они мне дали гитару, и говорят, Вить, подыграй нам, я не понял, в чем прикол. Я просто взял несколько аккордов, смотрю, они начали молиться, исполняться духом, причем было это настолько сильно, что уже через несколько минут, они вот, как мы и говорили, все оказались на полу, знаете, и кто-то, знаете, катался, кто-то смеялся, кто-то плакал, я на все это смотрел, и, знаете, мне было интересно, вот, иногда мы боимся, вот, как люди там подумают, да, вот, когда такие, знаете, картины увидят, что вот мы так вот выражаем любовь к Богу, но, если честно, мне было интересно, меня это зацепило, я увидел в этом что-то искреннее и настоящее, и вот, вы знаете, когда, я помню, можно я засвидетельствую немножко, да, как поклонение пришло в мою жизнь, знаете, мне, я ходил в церковь, и я был таким, знаете, тусовщиком, и лентяем, а мне все говорили, Витя, тебе надо, ну, вкусить, как благ Бог, тебе надо, там, начать молиться, вот, у себя дома, знаете, вот, как бы читать слово, а я был, ну, правда, очень ленивый парень, я приходил, Библию читал как снотворное, знаете, сразу засыпал, о молитве даже речи не шло, и, вы знаете, вот, как мы вчера говорили, да, что, когда мало Бога в нашей жизни, да, то вот обезбоживание, да, наступает организма, да, и у меня вот это обезбоживание произошло, и я на полгода ушел из церкви, отступил, потому что я не знал Бога лично, и, вы знаете, где, через полгода, по милости Божией, я вернулся, и у меня был такой крик Богу, Бог, я хочу Тебя знать, я вот, я просто хочу Тебя знать, я посвящаю Тебе свою жизнь, и я помню, мне вот попала такая популярная в то время книга Банихина «Доброе утро, Дух Святой», и вот она, и помню, он, он такой челлендж такой кинул христианам, да, я тогда, может, этого слова еще не было, но сейчас мы можем это так назвать, он говорит, я вообще, говорит, не верю в христиан, который, там, молится меньше одного часа, говорит, что если ты, там, молишься меньше одного часа, ты, мол, вообще, как бы, поверхностный, и мне никто не сказал, что можно молиться меньше, знаете, и я, вот, я думаю, ну, час так час, и, знаете, я начал вставать на час пораньше, для того, чтобы, вот, как раз-таки, чем заниматься, хвалой, прославлением, знаете, я помню, что я отделял этот час, а так как я не умею тихо молиться, да, и у меня голос такой, знаете, как это, как ерехонская труба, то я, знаете, на весь дом просто, там, аллилуйя, там, хвала, там, тебе, Господь, и я воспевал Бога, и даже у нас такая, знаете, была смежная комната с родителями, и там не было замка, и там такая была дырка, знаете, там даже такой мамин тревожный глаз иногда, знаете, появлялся в этой дырке, вот, и там такие фразы, типа, там, заставь, там, дурака Богу молиться, он и лоб расшибет, или, там, папа ободряли, да, 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 или папа, там, шел по коридору, говорит, ну, опять, говорит, Витя шаманит, там, что-то, да, вот, но, вы знаете, когда я входил в Божье присутствие, я чувствовал, что, вот, огонь внутри меня, он настолько сильно, вообще, разгорается, это было настолько мощно и настолько сильно, что вот этот светильник, вот, мы даже вчера об этом говорили, чтобы светильник наш горел, знаете, вот этот светильник внутри нас, когда мы хвалим Бога, он разгорается с неимоверной силой, знаете, вот эта любовь, которая как огонь, да, и я приходил в свой институт, я, знаете, проповедовал там каждому столбу, я помню, да, то есть, и я помню, что, когда я начал горячо славить Бога, хвалить Бога, это произошло в моей жизни, то, знаете, я помню, сразу несколько человек после моего покаяния пришли в церковь, потому что вот эта страсть по Богу, вот она настолько возгревалась в этой тайной комнате, и я очень хочу просто вот сказать сейчас всем, кто нам смотрит, знаете, все-таки христианство, вот, как ты хочешь, не хочешь, это мистика, это вход в сверхъестественное, это духовный опыт, знаете, мы можем многое говорить о всех обетованиях, о всех благословениях или еще о чем-то, но если у нас вот лично не будет вот этой, знаете, мистической, глубокой, духовной встречи с Иисусом, то все это, оно как будто бы как-то вот проходит мимо нас, и я бы просто, вот не знаю, вот хотел бы вдохновить всех, кто нас смотрит, да, может быть... Просто помолись прямо, вот начинай молиться, я тебе... Аминь, аминь. Чтобы это помазание поклонников просто приходило в жизни людей. Просто хочется, чтобы наши тайные комнаты, они ожили, да, вот, чтобы, знаете, в наших тайных комнатах, был голос хвалы, знаете, причем победоносной, радостной хвалы, да, потому что в твоей тайной комнате, знаете, там как вход в нармию вообще, да, то есть ты действительно можешь зайти в Царство Божие. Давайте мы помолимся, чтобы наши тайные комнаты, они наполнились славой. Отец, я молюсь сейчас сегодня за всех людей, и я вижу, может быть, когда-то твоя тайная комната просто была вау, просто она качала, там было мощно, может быть, какой-то, знаете, пауза наступила или еще что-то, но я молюсь сегодня, Дух Святой, пусть в наших тайных комнатах, Господь, будет гореть огонь. Господь, я благодарю за то, что возвращается страсть, я, Господь, благодарю за то, что возвращается вот эта ревность по Богу, вот это искреннее, огненное, настоящее поклонение. И я сегодня молюсь, Дух Святой, Господь, оживи, оживи эти молитвенные комнаты, оживи эти тайные комнаты каждого верующего во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь, чтобы каждый снова и снова переживал прямо в своем доме, как облако Твоей славы, Господь, приходит, Господь, как Ты обнимаешь, как Ты радуешься, Господь, вместе с нами. Господь, я молюсь во имя Иисуса Христа. Господь, пусть прямо там, в наших тайных комнатах, наши глаза будут открываться, мы будем видеть небеса, мы будем видеть Царя на престоле, мы будем видеть, как Ты благ, как Ты милостив, Господь. Я благодарю Тебя, и я вижу, как поток Божьей славы, он изливается там, где подняты руки, там, где открыты уста, там, где горят глаза, там, где происходит хвала. Я вижу это, как водопад Божьей любви. Он изливается прямо на это место. Просто поверьте, что Бог добрый, просто поверьте, что Бог классный, просто поверьте, что Бог сам лично ждет встречи с вами. Если вы в это поверите, вам будет достаточно поднять руки, и вы почувствуете, как облако славы, оно просто опустится на вас. Вы будете сверхъестественно исцелены, утешены, восстановлены. Многие финансовые вопросы, кстати, очень быстро решаются в Божьей славе. Аллалуя. Многие семьи будут изменены через вашу молитву. Вы будете пророчествовать, вы будете провозглашать на свой дом, вы будете видеть, как ваши родители приходят к Богу, ваши друзья каются. Все это начинается вот там вот. Я, Господь, благодарю и молюсь. Просто, если ты смотришь сейчас этот эфир, возложи руку на свое сердце и скажи, Господь, зажги мое сердце, зажги мой дух снова. Аллалуя. И, Аллалуя, как и мне однажды, нужно просто закричать Богу сейчас. Господь, я принимаю решение. Господь, я принимаю решение. О, что моя тайная комната, она снова оживает. Аллалуя. Посвяти Богу. Я не знаю, сколько, полчаса, час. Я не знаю, возьми это время. И просто сделай, может быть, как и я однажды сделал. Я принимаю решение молиться. Я принимаю решение быть с тобой. Аллалуя. Аллалуя, 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 Аллалуя. Аминь, аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok